Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой пьюти-канал снова! Меня зовут Юлия, и в сегодняшнем видео мы будем с вами говорить о новой линии косметики от Арианы Гранде. Я обожаю слушать Ариану Гранде, я не такая прям большую фанат, но тем не менее есть, я думаю, песен 5, которые я точно обожаю слушать. Ее песни определенно поднимают мне настроение, именно поэтому я была заинтересована в ее новой линии косметики, и я заказала по одному компоненту из каждой категории, с чем она вышла. Изначально, когда Ариана Гранде анонсировала, что она выходит с ее новой линии косметики, REM Beauty или REM Beauty, все были просто в восторге, в восхищении увидеть вообще, что это такое, с чем она выглядит. Наверное, это будет что-то прям нереально интересное. Я точно могу вам сказать, что за долгое время я не была в таком большом восторге увидеть бренд вообще, с чем он выйдет, чем он нас порадует. Я думаю, у вас тоже, наверное, так было, когда вы увидели вообще косметику этого бренда, вы немножко так, да, серьезно. Почему-то, мне кажется, были ожидания чуть повыше, и даже по комментариям на Trend Moody можно понять, что люди ожидали чего-то более интересного, более креативного. Судя по фотографиям, которые Ариана Гранде выкладывала, да, так сказать, Томяна с этой косметикой, можно было представить, что это будет что-то прям классное и крутое, и интересное. Определенно у бренда REM Beauty или REM Beauty, я называю это REM Beauty, есть что-то, что отличает этот бренд от других брендов, наверное, потому что это бренд от Celebrity. И в конце вот вы скажите мне, купили ли бы вы эту косметику, если бы на косметике не было бы имени Ариана Гранде? Вот я тоже скажу вам это в конце. Мне очень хочется посмотреть и вообще понять для себя, стоило ли мне платить такие деньги за эту косметику или нет. В конце мы об этом с вами поговорим. Ну а теперь предлагаю посмотреть на то, что я купила от нового бренда REM Beauty, бренда Ариана Гранде. Вот таким образом выглядит коробка, которую вы получаете. Мне нравится цветовая гамма, которую они выбрали для оформления посылок. Мне кажется, в этом что-то есть. Обычно посылки выглядят менее интересно, тут серый цвет, да, что-то в этом есть. Надо сказать, что коллекция, как я уже сказала, она очень даже обширная, то есть здесь даже, наверное, больше о разнообразии цветов, чем о коллекции. Даже хайлайтер от REM Beauty вышел в 10 оттенках, 10 оттенков от самого приятного, ну, такого серебристого, золотистого до интересного зеленого и синего. Вот. Наверное, это то, с чего я начну. Хайлайтер выглядит вот таким образом. Я взяла его в оттенки под названием Miss Saturn, Miss Saturn. И это, мне кажется, один из самых популярных оттенков в этой коллекции, в этом запуске косметики, потому что это самый спокойный оттенок из этой коллекции. Чтобы вы понимали, вот, вот такое разнообразие оттенков хайлайтера. Мне кажется, такого мы еще не видели точно. И хайлайтер у нас вот в такой красивой металлической упаковке. Упаковка смотрится, как мне кажется, очень интересно, необычно и отличается от других брендов. И вот таким образом выглядит сам оттенок этого хайлайтера. Мне очень нравится этот оттенок. И этот оттенок описывается как оттенок шампанского, теплого шампанского, я извиняюсь. И стоимость этого хайлайтера составляет 22 доллара. Далее, в этом хайлайтере мы получаем 8 грамм продукта, и он сделан, оказывается, в Италии. Я почему-то думала, что это сделана вся коллекция, сделана в США. Это круто, я обожаю, когда продукция делается в Италии. Вся упаковка этой косметики, она сделана из перерабатываемого картона, что очень и очень здорово. Дальше я решила взять, естественно, палетку теней от бренда RM Beauty. Я взяла палетку в цветовой гамме, которая называется Baby Doll. Я люблю нюдовые цвета, ничего с этим не поделать. Я не такой большой любитель, к сожалению, каких-то фиолетовых, неоновых. Вот это прям, я думаю, то, что мне очень должно понравиться. Упаковка, она не отличается никак от предыдущих компонентов, которые я вам показала. Мне очень нравится, как интересно они придумали показать, какие цвета в этой палетке. Сделав такое звездное небо, это очень прикольно и мило смотрится. Мне нравится такой концепт. Также она чувствуется хорошо в руках и мне нравится, на самом деле, вот это чувство прикосновения к чему-то металлическому, да, когда оттрагиваешься до этой палетки. Интересно. Но эта палетка, она уже сделана в США. И вот так смотрится цветовая гамма этой палетки. Шесть оттенков в ней, от самого светлого до самого темного. Мне кажется, будет идеальной палеткой для того, чтобы делать макияж каждый день. Несмотря на эту палетку, я очень хочу верить, что я буду ей очень часто пользоваться и что качество не разочарует меня. Вообще, Ариана Гранда вышла с тремя разными цветовыми вариантами этой палетки. Я взяла Baby Doll. Это средняя цветовая гамма. Далее есть более темная палетка, с которой она вышла. Называется она Principeso. И также она вышла с фиолетовой палеткой. Здесь прям такие насыщенные фиолетовые, фиолетовый шиммер, бордовый матовый оттенок и очень даже красивый розоватый шиммер. Но я как-то подумала, что я все-таки буду больше пользоваться именно вот этой нюдовой палеткой своей. И эта палетка стоит 24 доллара. Мне кажется, по цене она примерно так же стоит, как и палетка теней от Rare Beauty. Дальше я взяла реснички, естественно, нельзя представить образ Арианы Гранды без ее фирменных ресничек и, конечно же, подводки. Я взяла реснички в стиле под названием Internally Miaoing. Мне понравилось то, что они не какие-то вульгарные, они очень естественно и просто смотрятся. И я поэтому их решила взять. Далее, естественно, не смогла пройти мимо того, чтобы не взять, не попробовать подводку от бренда Арианы Гранды. Потому как, когда вы представляете Арианну Гранды, вы представляете ее с ее фирменными стрелками, не так ли? Вот поэтому, я думаю, подводка это то, что люди берут номер один из ее макияжного бренда. И подводка эта, к моему, только в одном цвете, в черном, естественно. Вот таким образом смотрится сама упаковка этой подводки. Она белого цвета. Наконечник у этой подводки, он не твердый, мягкий. То есть, если вы сделаете стрелку, я думаю, что это не так, наверное, легко делать стрелку, используя вот именно такой мягкий наконечник. Гораздо легче, мне кажется, делать стрелку, когда наконечник чуть более такой тверденький. Но, в общем, пока что мне нравится, как эта подводка показывает себя в работе. Эта подводка только в одном цвете, в черном. Сделана, кстати, в США. И стоимостью составляет 19 долларов. Далее я взяла тушь, которая способна сделать реснички более объемными. Также в ее коллекции есть тушь, которая способна удлинять реснички. Мне очень нравится упаковка этой туши. Прям смотрится вроде бы просто, но в этом есть свой шик. Мне очень нравится тот факт, что эта тушь, она фактически, как, знаете, кусок металла. Очень прикольно смотрится. И щеточка у этой туши, она тоже, ну, мне показалась очень и очень интересной. Я до этого только щеточки не видела. И последнее, что я купила, это, естественно, помада. Помада, это, мне кажется, то, о чем люди стали говорить, когда вот Ариана Гранду уже анонсировала свой бренд. И она постепенно показывала нам, что вообще можно ожидать в ее коллекции. Помада, упаковка, вернее, помады, которую она показывала, в своих промо-фотографиях взбудоражила очень и очень многих. Меня в том числе. Помаду я взяла в оттенке Bubbly. Смотрится она невероятно красиво. В этой помаде есть какой-то свой особенный шик. Самое интересное, ребят, это упаковка помады. Она примагничивается, упаковка магнитная, что здорово. И посмотрите на этот иллюминатор, ребят, как это смотрится просто суперинтересно и задорно. И помада эта стоила 19 долларов, что, мне кажется, ну не такая прям маленькая цена для селебрити бренда. Не знаю, 19 долларов. Может быть, даже это нормально. И на сайте можно увидеть еще 5 других оттенков этой помады. Мне кажется, я взяла оттенок Bubbly и это нюдовый пинк. Ну, в принципе, то, что я и думала. Надеюсь, что этого нам хватит, чтобы вообще прочувствовать этот бренд Ариана Гранда. Насколько она постаралась сделать его качественным. Насколько вообще этот бренд сделан с душой. Сегодня хочется, мне кажется, это узнать. Ну что, ребят, давайте приступим уже наконец-то к тестированию этой косметики от REM или REM Beauty от Арианы Гранды нашей. И первое, с чего мы начнем, это будет палетка теней, естественно. Наверное, первый оттенок, который я хочу использовать, это будет вот этот самый белый, белесый оттенок. Нанесу его на все веко. Далее я хочу взять вот этот вот оттеночек. Я не знаю насчет названий, есть ли они вообще здесь или нет. Ну, да, они по сути здесь, на этой стороне. И это оттенок под названием Sun Baby, который сейчас мы используем. Я нанесу его вот таким образом, подчеркивая свою естественную линию складки века. Мне кажется, у нас должен получиться очень даже такой легкий макияж. Не знаю, насколько он будет похож на макияж Арианы Гранды, но мы попробуем. Я не хотела сама лично, чтобы эти тени были прям невероятно пигментированным. Для такого светлого, светло-коричневого оттенка это очень даже, как мне кажется, хороший пигмент. Поэтому пока что я довольна. Я возьму вот такую большую кисточку и немножко подтушу это все дело. Далее я возьму вот такую плоскую кисточку и я возьму вот этот самый темный оттенок в палетке. Я попытаюсь сделать стрелку, используя эту кисть. Надеюсь, у меня получится. Не могу сказать, что это прям самый хороший пигмент у темных теней, но он не очень прям плохой. Да, нормально. Далее давайте попробуем какой-нибудь шиммер. Я, наверное, хочу начать с вот этого, более или менее светлого. Какие-то шиммеры эти, знаете, они чувствуются как шиммеры в какой-то драгстаровской косметике. То есть не могу сказать, что я прям вижу пигмент, который меня восхищает делать макияж. Вот этот более темно-коричневый шиммер, он, конечно, лучше смотрится, но вот не знаю. Я не могу сказать, что я восхищена тем, что я вижу. Ну-ка, давайте посмотрим. Просто еле-еле видный пигмент у этих шиммеров. Но смотрится вроде неплохо, но не прям ау. Давайте пробуем вот этот более темный шиммер. Допустим сюда. Все-таки решила остановиться на более светлом шиммере. Я даже не знаю, что я пока чувствую об этой палетке. Не знаю даже. Честно, ребят, не могу сказать, что я в восторге вот этих теней. Наверное, вы уже это видите по тому, как я рада тому, что я вижу на глазах. Но, в принципе, для палетки за 19, сколько долларов, это очень даже неплохой результат. Я не ожидала прям чего-то такого сверхъестественного. Это палетка, которая хорошая, она неплохая. Особенно, если вы только начинаете знакомство с косметикой. Но она не будет самой лучшей палеткой, которую я бы пригомендовала вам покупать. Это факт. Поэтому, да, давайте перейдем к следующему компоненту этого нового бренда у Ториана Гранда. Я хочу, наверное, попробовать хайлайтер. Естественно, я обожаю хайлайтеры. И этот хайлайтер у нас в оттенке Miss Saturn. Таким образом он выглядит. Прикольно. Я обожаю такие оттенки шампанского. Мне кажется, такие оттенки всегда смотрятся уместно для любого макияжа. Я возьму вот такую кисточку для хайлайтера. И момент истины. Пока что я точно ничего не вижу. А, ну вот. Постепенно начинает виднеться пигмент. Я не знаю даже. Это не то, что я думала, когда я покупала этот хайлайтер. Не то, о чем я думала. Я предполагала, что это все-таки будет, ну, такой золотистый пигмент, как, знаете, может быть, у Бекки. В этом хайлайтере нет блесток. Это как будто бы пигмент, вот, знаете, как от теней, вот, который мы только что попробовали. Это не дает мне блеска, что я нанесла, что не нанесла. Разницы никакой нет. И как раз-таки в этом-то и состоит функция хайлайтера. Это подсветить кожу, но он вообще никак не смотрится. Его не видно. Да. Может быть, на носу будет видно. Не знаю даже. Я пока что расстроена немножко, если честно. Да. Ну, ладно, давайте перейдем дальше. Попробуем что-нибудь более интересное и классное. Я все-таки хочу немножко сделать свои глаза выразительнее. И поэтому попробуем давайте нашу подводку в черном цвете. С тенями не смотрится макияж таким прям, я не знаю, в стиле Алиана Гранда, что ли. Поэтому давайте просто нанесем эту подводку просто поверх этих теней. И вот так у меня получилось нарисовать стрелки. Не знаю, насколько они идеальны и насколько они соответствуют макияжу Алианы Гранды. Но мне почему-то захотелось именно такие стрелки сделать. Не могу сказать, что это было прям самое легкое нанесение подводки. Но мне нравится она тем, что есть эта хорошая пигментация, прям насыщенный черный цвет, идеальный у этой подводки. Теперь давайте попробуем наконец-то эту тушь объемную. Она должна дать объем нашим ресничкам. Кстати, ее нельзя поставить на стол, что не знаю, плюс или минус. Но я, наверное, иногда привыкла все-таки ставить тушь, когда я крашусь ей. Пока я крашусь ей, здесь все-таки достаточно интересный такой необычный дизайн для упаковки туши. Ее нельзя поставить на стол. Окей, давайте посмотрим на то, как она вообще показывает себя. Вообще, первый раз, когда ты пробуешь тушь, она, как правило, не самым лучшим образом работает. Вот, наверное, на третий-четвертый раз это уже будет лучше. Мне, кстати, очень нравится тот факт, что я сразу же вижу эффект объема у ресниц. То есть, буквально три-четыре раза достаточно, чтобы нанеслись, сколько там, четверти слоя туши, и уже виден результат. И реснички гораздо более объемно смотрятся. Неплохо. Мне кажется, для первого раза эта тушь очень хорошо даже показала себя. Не могу сказать, что это прям какая-то самая восхитительная и супер-классная тушь. Она хорошая. Вот. Это пока такое мое мнение. Давайте пробуем теперь, наконец-то, наши реснички. Мне хочется очень выглядеть уже как Ариана Гранде, хоть я никогда не буду выглядеть, как она. Вот таким образом смотрятся еще раз эти реснички. Мне очень нравится вот этот переход. Здесь у нас не совсем длинные реснички в начале, а уже к концу они такие длинные и объемные. Я как раз-таки обожаю такой стиль у ресничек. И вот таким образом смотрятся реснички на мне. Мне, кстати, нравится, как смотрится этот стиль. Я бы даже сказала, возможно, я бы купила их второй раз. Настолько мне понравилось их легкое нанесение и как они смотрятся просто, не вульгарно, но при этом в них есть какая-то сексуальность. Я не знаю, как это еще объяснить, но мне нравится, как они замечательно подчеркивают мою форму глаз. И, кстати, если у вас глаза не очень длинные, если они у вас такие, как у меня, то вам эти реснички определенно подойдут. Потому что очень часто, когда бренды выходят с ресничками, приходится их подрезать, но это не тот случай. Поэтому мне нравится, как они смотрятся. И последнее, что мы будем пробовать, наконец-то, наконец-то, это помада. Помада это то, что я хотела попробовать, когда только я получила посылку в первый раз. И давайте ее попробуем прямо сейчас. Честно, мне нравится, как она смотрится. Сейчас я вам покажу сводч этой помады на руке. Это сатиновая помада, которая, кстати, очень приятно ощущается на губах. И в этой помаде я ощущаю ванильный какой-то ароматизатор. По ощущениям, эта помада пахнет, как помада от MAC. Мне уже нравится цвет, который я выбрала. Нереально красиво смотрится. И я как раз сейчас стала больше предпочитать вот такие розоватые оттенки, нюдово-розовые. С оттенком я угадала. И эта помада очень хорошо чувствуется на губах. Это самое главное. И она, естественно, оставляет следы, когда вы целуете кого-то. Я жалею, что я не взяла какой-нибудь блеск. Блеск бы точно не помешал здесь. И как можно видеть, наш макияж, используя то, что я купила от нового бренда Rem Beauty, я попробовала. И теперь, наверное, пришло время наконец-то проанализировать и сказать вам, стоит ли этот бренд своих денег или нет. Или это всего лишь другой какой-то селебрити бренд. Давайте же это узнаем прямо сейчас. В общем, ребят, я хотела бы начать с того, что бренд Rem Beauty или REM Beauty, это очень интересный бренд в плане того, как они позиционируют себя, как они красиво сделали упаковку, которая отличается от других брендов. Мне это очень нравится. Это бренд Ариана Гранде, певица, которую я обожаю, мне нравится большинство ее песен. И я считаю, что это просто невероятно красивая девушка. Но когда дело касается макияжа, потому что мой канал, он о бьюти и косметике. Здесь есть пара но. Здесь есть парочка таких вопросов у меня к косметике. И первый вопрос, наверное, это у меня к хайлайтеру. Это, наверное, вот то, что меня разочаровало больше всего. Потому как я понятия не имела, что это тот тип хайлайтера, у которого нет никакого пигмента, который вообще никакой на коже. То есть обычно, когда ты наносишь хайлайтер, он блестит на коже красиво, да. Это же больше ощущается, как какая-то пудра. То есть здесь нет никакого пигмента как такового. Это очень странно. Я понимаю, что, наверное, это хайлайтер топпер. То есть если это топпер, хайлайтер топпер, я извиняюсь, то, извиняюсь, каким должен быть тогда хайлайтер? Потому что хайлайтер топпер, топпер для хайлайтера, они обычно прям супер блестящие, супер сияющие. Это мега сияние должно быть. Здесь этого нет. Может, это какой-то не совсем удачный оттенок. Поэтому, ну, меня этот продукт разочаровал за 20 с лишним долларов, 24 доллара. Это вообще не очень... Это плохой продукт. Сейчас я хочу, наверное, пробовать еще раз этот хайлайтер, чтобы вообще, может, понять, я что-то не так делаю. Ну, просто какой-то такой минимальный блеск есть, но не совсем его видно. И это не то, что я привыкла делать, когда я использую косметику, да? Нет. Поэтому я не могу вам посоветовать этот хайлайтер ни в каком случае. Может быть, если другие оттенки, они лучше показываются на коже, более блестящие, более сияющие. Дайте мне знать, какие оттенки, потому что этот оттенок самый популярный, да? Мисс Сатурн, он вообще никакой, к сожалению. Далее, палетка. Палетка теней меня... Не могу сказать, что она прям мне впечатлила. Это хорошая палетка, да? В ней нет ничего особенного, потому что, ну, если у тебя есть, скажем так, тени, да? Вот Наташа Динона и Пэт Мограсс, то это не то качество, которое привлекает, которое ты хочешь использовать постоянно. Цветовая гамма, она хороша на каждый день. Здесь никаких проблем с этим нет. Но когда дело касается шиммеров, они здесь, ну, никакие. И если у палетки Rare Beauty там хоть есть блеск у шиммеров, здесь это как будто бы палетка для ребенка. Это не шиммеры, мне не нравятся они, поэтому я не могу сказать, что эта палетка меня также впечатлила. Уже второй продукт, который мне не понравился из этой коллекции. Кстати, ребят, если вы смотрели какие-то отзывы от других бьюти-блогеров, дайте мне знать. Неужели я одна такая, кому ничего не понравилось? Ну, как бы, это просто странно было бы. Далее, что касается подводки для глаз, мне подводка понравилась. Это хорошая подводка, она делает свое дело, да. Однако, если бы я выбирала между этой подводкой от Rare Beauty и своей любимой подводкой от Huda Beauty и ее Life Liner, то я бы выбрала подводку от Huda Beauty, потому что мне гораздо больше нравится аппликатор на моей худи бьюти. Это неплохая подводка, но, как бы, мне кажется, за эту цену можно найти и лучшие подводки. Единственный плюс, который вот я прям вижу сразу, увидела сразу я, это то, что она очень пигментированная. Мне нравится этот пигмент. И, в принципе, мне было легко нарисовать стрелку, и она не сразу начала засыхать, застывать. То есть, было время, чтобы подредактировать немножко стрелку, но, я не знаю, в принципе, она очень, да, она, кстати, водостойкая, по-моему. Она хорошая. Я бы поставила ей 4 из 5, вот. И дальше тушь. Тушь мне понравилась. Я думаю, эта тушь станет моей любимой тушью для того, чтобы использовать ее каждый день. Это та самая тушь, которую вы хотите использовать, когда вот вы просто хотите подчеркнуть глаза чуть-чуть, да, нанести тон и выбежать на улицу. Ну, как бы, тушь для того, чтобы подчеркнуть вашу естественную красоту. Я бы сказала так. Хороший, очень необычный, интересный дизайн у этой туши. Это факт. Это прикольная тушь. И, мне кажется, тушь, она больше понравилась мне, чем, наверное, подводка. Далее, далее, что мы попробовали. Мы попробовали, естественно, реснички. Реснички мне понравились. Я считаю, что это хорошие реснички на каждый день. И если вы не любите какие-то супер, такие, знаете, привлекающие внимание реснички, то вам эти реснички должны понравиться. И последнее, что я купила из этой коллекции, это помада. Помада мне понравилась. Мне кажется, помада это то, что я бы еще купила из этой коллекции. Да, то есть это помада, которая очень комфортно очищается на губах. И цвет у нее прям, ну, классный. То есть это тот самый идеальный нюдово-розовый оттенок. Ну, просто, вау. Мне понравилась эта помада. Эта помада не подчеркнула сухость моих губ, что иногда тоже случается, поверьте мне. И мне нравится, как эта помада просто идеально вообще подходит к моему цветотипу. Вот. Поэтому с помадой к помаде вопросов нет. Ну, еще, конечно, дизайн, он просто нереальный какой-то космический. Это факт, он космический, да, как скафандр. И это все, по сути, что я купила из этой коллекции новой от Rem Beauty. И, в общем, мне будет интересно очень узнать, что вы думаете о новом бренде R.E.M. Beauty или Rem Beauty. Я пока не знаю, сколько я рада, что я купила эту косметику, потому что изначально я как-то так, нужна ли она мне? Наверное, не буду покупать, нет. И потом я все-таки, ручки-то чесались, и я все-таки ее купила. Так очень многие поступают. Я там вижу у кого-то в инстаграме кто-то там пишет, покупать ли эту коллекцию? И там, допустим, люди пишут, нет, не покупай. И ты думаешь, окей, раз она не покупает, я не буду покупать. И потом, что вы думаете? Человек, который говорит, я не буду покупать эту коллекцию, в итоге покупает ее. Вот настолько Beauty Mirror интересен, да? Но мне кажется, я купила ее, потому что мне хотелось попробовать косметику от Ариана Гранда, потому что мне нравится как певица. И я думаю, что иногда это хорошо просто сказать нет себе. Кстати, сейчас я поняла, что я забыла нанести что-то на нижний век. Неудивительно, что я чувствую себя как голая. Давайте немножко нанесем туши перед тем, как я скажу вам пока-пока. Ну вот, так-то получше, но я все-таки не думаю, что эта тушь хороша для нижних ресничек, потому что она прям очень такая плотная, густая. Вам захочется использовать что-то не такое густое. Ресницы могут смотреться очень странно, когда вы используете такую густую тушь здесь. Поэтому да, ребят, я надеюсь, что мой обзор вам помог определиться с покупкой, покупать ли что-то от этого бренда или нет. И в начале видео я говорила, мы посмотрим на то, является ли этот бренд типичным селебрити-брендом, когда селебрити просто печатает свое имя на упаковке и продает это. Тот ли этот случай? Тот ли это случай? Возможно, потому что, ну, я не знаю, что с качеством. Я думаю, что даже у Rare Beauty у них как-то с качеством было, ну, все гораздо лучше. Я думаю, что с качеством тут еще стоит поработать этому бренду Rare Beauty, поэтому дайте мне знать, ребят, что вы думаете. Очень будет интересно почитать ваши комментарии внизу. И на этом я буду прощаться. Желаю вам прекрасного дня, позитивного настроения. Ваша Юля, не прощаюсь. Скоро увидимся. Пока-пока.